Пятница вечера, все сегодня. Ничего. Начало такое. Я имею в виду земные поклоны. Да, земные поклоны. Я знаю. Боже, милости, будь негрешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил Господи. Прости меня, грешного и помилуй. Достойно есть, а кого истинно блажите, Богородицу, пресвобоженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, счастнейшую, херувимую, славнейшую, воистину, Серафим, безысление Бога, Слово, Рожешу Исущую, Богородицу Тя величаему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, воскресе измертвое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей, Матери, силы и щаснага животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, как от благих и человека люби самих. Боже, милостью будем негрешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Делаем небольшое вступление, как всегда. Вступление о слове, чтобы родной язык у нас играл главную роль. А те, кто ратует за непонятный язык, ни тогда, ни ныне, ни одного места из Библии не могут привести в защиту своего иеретического заблуждения. Теперь уже с четырехъязыковой ереси. Страница 369-го. Кавычки открыты. Умирая, Кирилл воздвиг руки к Богу и так со слезами молился. Погуби трехъязыковую ересь и возрасти во множестве свою церковь. И почил он 14 февраля 869-го года. Папа Андриан говорил в послании к славянскому князю с Мефодием, идущим туда. Так. Он может переводить священные книги на ваш язык и по ним совершать святую службу, литургию и крещение, и весь чин церковный, чтобы вы удобнее могли познавать волю Божию. «То пусть будет сие дело свято и благословенно Богом, и кто будет хулить книги вашего языка, тот пусть будет отлучен и представлен на суд церкви, и до тех пор не получит прощения, пока не исправится, ибо это волки, а не овцы, и должно узнавать их по плодам и остерегаться их». Это папа говорит о тех, которые не дают на родном языке служить. Вот сегодня пойми, к кому это относится. Далее я пишу. «И позже эти изверги, епископы, заключили святого Мефодия, ну, Кирилла Мефодия, братья, в тюрьму на два с половиной года. Умер он 6 апреля в 885 году. 16 лет трудясь без Кирилла. Пять слов на русском языке лучше, чем тьма чтения на церковнославянском непонятном. Как пишет Милош Кратохвил, что когда Ян Гус перевёл Библию на чешский язык, то через 75 лет проезжавший там кардинал сказал, что средняя чешская женщина знает священное писание лучше, чем средний итальянский священник. Так и с русским народом, что средний сектант знает Библию и её содержание намного лучше, чем православные батюшки-семинаристы, не говоря о массе неверующих, слепотствующих в невежестве прихожан. Василий Великий, 1 января, Паисий Великий, 19 июля, оба просили Бога дать им разуметь сирский язык для беседы, всего с одним собеседником, и получили этот дар. Здесь же миллионные паства русской веры потрудились и перевели с еврейского оригинала Ветхий Завет из греческого Нового Завета в 1876 году при активной помощи четырёх духовных академий России и митрополита Филарета. Этот перевод с пренебесным звучанием, изданный уже по благословению патриархии и митрополита за рубежом, всё ещё не разрешается для чтения в церкви. Кому это выгодно? Вера от слышания, от слышания Слова Божия, Римлянам 10.10. Нет непонятных слов, душа познает волю Творца. Известен случай частный, когда 22 января Анастасий Персиянин, обратившись к христианству, не хотел даже разговаривать на своём родном языке. Ян Русский 4 октября пошёл в плен к татарам и познал их язык и потом на их языке много пользы принёс прежним мучителям. Апостол Матфея 16 ноября проповедь Евангелия и книги и богослужения проводил в земле людоедов на их родном языке и нигде ни один миссионер не переводил на древнеродный родной язык их, но переводил только на разговорный понятный. Чем же мы хуже их, что остались без служения на родном языке? Людоеды и те счастливее нас, русских людей. Когда Дух Святой в огненных языках, как и на апостолов, сошёл память Святого 24 мая на Симеона Дивногорца, тогда под ударами молота слова рушились скалы языческих твердынь. Когда-то церковно-славянский язык тоже был великим и могучим для живущих, но народ в языке Пушкина, в языке нового перевода Библии ушёл вперёд, а язык остался один вдали. Климент Охридский получил запрет от Папы Стефана Шестого проповедовать на славянском языке. Точно так же и нынче запрещают в храме читать Евангелие на русском языке, а славянского языка никто и не знает, даже академисты не могут перевести на русский язык. Даже псалтырное чтение, согласно 1 Коринфянам 14 глава, где нет толкователя, нужно молчать или ждать перевозчика. Вот читаем по-славянски Абия. Ну что Абия? Абия это означает тотчас «выну». Ну что означает «выну»? Это не руку из кармана «выну». Это совсем другое слово. Стрящие. Что значит стрящие? О, бачи, дряхлуеши. И кто из прихожан знает значение слов? А таких слов-то много? Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Книга пророка Осии, 4-я глава, 6-й стих. Всюдлю для русских, как при Данииле, мене, мене, теколу, парсин. Взвешено наше хождение в храм и найдено очень легким. Иоанн Затаус говорит, что если ничему не научился в храме, то напрасно и дворы топтал. Кто напоит народ? А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Бытие 42-23 Если бы сейчас служба пошла на родном русском языке, в храмах для много лет ходящих был бы шок, когда поняли бы, что делали всю жизнь, не понимая слышанного. Что случилось с братьями Иосифа, когда вдруг он заговорил с ними на их родном языке? Они и каялись, и плакали, и ужасались. А все ветхозаветнее было для нас прообразом. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. 1 Коринфян, 10 глава, 6-11 20 стих. В книге 4 царств, 22 глава, описано, как совершенно случайно в храме под деньгами нашли заваленную книгу закона. И когда просчитали ее служители, царств с ужасом посмотрели они друг на друга. А какая же тогда у нас вера-то была до сего часа? Куда мы шли? Кому служили? И там ведь куда-то пастыри вели своих баранов и козлов, которые понимают этой службы и прицепляются только на словах славы и Господи помилуй. Кавычки открыты. Но когда царь услышал, то есть впервые, вероятно, хотя всю жизнь сходил в храм, слова из книги закона, второзакония, то разодрал одежды свои, потому что вели гнев Господень на нас за то, что не слушали отцы наши слов из книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам. На этом пока остановлюсь. Сегодня точно так же люди его посмотрели на людей, которые просчитали бы им. Я это поставлю на первое место, чтобы легко было найти. Ну вот так. Молимся. земных поклонов больше нету. Два поклона только сделали и все. за молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Сарю Небесный, Сарю Небесный, Утешителю, Души Истинные, Иже везде Сыне, И вся исполняя сокровища благих жизнеподателю. Приди и всели саванны и очистены от всяких скверных. Спаси, блажь, души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приискли, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приискли, и во веки веков. Аминь. Отче наш, и же Син у небеси, как да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как он на небеси и на земле. Хлеб наш насущий дашь нам днесь, и остави нам долги нашу, якожи ему и оставляем блажняком нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть Царство, силы и слава во веки. Аминь. 103-й Псалом Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивный и велик, Ты обречен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горные чертоги Твои, делаешь облака Твоей колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездную, как одеяние покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от глаз огромного Твоего быстро уходят. Восходят на горы, внизходят долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, к которому не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут воды. Поет всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные и среди ветвей издают голос. Ты напоешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и элей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщается древо Господа, кедр ливанский, который Он насадил. На них гнездятся птицы, ели жилища Аисту, высокие горы серном, каменные утесы убежище зайца. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь му, и бывает ночь. Во времени ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются, и ложатся в свои лаговища. Выходит человек на дело свое и на работу свое до вечера. Как многочисленные дела Твои, Господи. Все садил ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, в котором нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот леофан, которого ты сотворил играть в нем. Все не от Тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу и их свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку Твою, насыщается благом. Скроешь лицо Твое, не тутся, отнимешь дух их, умирают и в перч свои возвращаются. Пошлет Дух Твой созидается, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь в делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, да коль есть. Да будет благоприятна ему песть моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Не находя себе истинного оправдания, мы, грешные, приносим Тебе, наш Владыка, эту молитву. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, ибо мы на Тебя надеемся. Не прогнивайся на нас сильно и не вспоминай беззаконий наших. Но призрень ныне, как милосердный, и избавь нас от врагов наших. Ибо Ты, Бог наш, и мы, люди Твои, все мы дело рук Твоих, и имя Твое призываем. И ныне, пресно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери открой нам, благословенная Богородица, чтобы мы, надеющиеся на Тебя, не погибли, но избавились бы через Тебя от бед. Ибо Ты – спасение рода христианского. Божий Вечный и Царь Всего Созданного, сподобуй меня дожить до этого часа. Прости мне грехи, которые я совершил в этот день делом, словом и помыслом. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой нечистоты, плотской и духовной. И дай мне, Господи, эту ночь проспать спокойно, чтобы, став с моего низменного ложа, я во все дни жизни моей делал угодное при святому имени Твоему и побеждал нападающих на меня врагов плотских и бесплотных. И избавь меня, Господи, от искверняющих меня суетных мыслей и дурных желаний. Ибо Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь, всегда, веки вечные. Аминь. Сидержитель, Слово Отче и Иисусе Христе, будучи сам совершен по великому милосердию Твоему, никогда не покидай меня раба Твоего, но всегда пребывай во мне, Иисусе, добрый пастырь Твоих овец. Не предавай меня мятежному змею и не оставь меня на воле сатаны, ибо во мне и семья погибели. Ты, Господи Боже, которому поклоняется Царь Святой и Иисусе Христе, сохрани меня во время сна немертвувшим светом, святым Твоим Духом, которым Ты осветил Твоих учеников. Дай, Господи, мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просветив ум и светом уразумение Святого Евангелия Твоего, душу, любовью ко Кресту Твоему, сердце, чистототу и Слово Твоего, телом мое Твоим страданием, чуждым страсти, мысль мою сохрани Твоим смирением, и подними меня в надлежащее время на прославление Тебя, ибо Ты при прославленном вместе с не имеющим начала, отцом Твоим и Пресвятым Духом вовеки. Аминь. Аминь. Господи, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, умилосердись и помилуй меня грешного раба Твоего, отпусти и прости мне недостойно все, чем я согрешил перед Тобой сегодня, как человек и более, не только как человек, но и хуже скота. И отпусти мне недостойно все мои грехи, вольные и невольные, сознательные и несознательные, совершенные с юности от злого коварства, вспыльчивости и беспечности. Если именем Твоим клялся и похулил его в помышлении моем, или кого укорил, или оклеветал, или от чего-либо прогнился во гневе плоти, или опечалил, или солгал, или безвременно спал, или пришедшего ко мне нищего презрел, или опечалил брата моего, или возбуждал ссоры, или кого осудил, или развеличался, или возгордился, или разгневался, или во время молитвы ум мой стремился к лукавым мирским помыслам, или имел хитрые мысли, или обидался, или опивался, или без ума смеялся, или злое помыслил, или добро чужое увидев, уязлен был сердцем, или непристойно говорил, или над грехом брата моего посмеялся, тогда как мои согрешения бесчисленны, или к молитве был нерадив, и все то, что сделал злого и забыл, ибо беззаконимый превосходит перечисленное, то помилуй меня, творец мой и владыка, унылого и недостойного раба твоего, и разреши, и освободи, и прости мне, как благие и человеколюбивые, чтобы я блудный, грешный, несчастный, с миром лег, уснул и почил, поклонившись, воспев и прославив причистое имя твое со отцом и военнеродным сыном теперь, всегда и во веки. Аминь. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодоревитый, бессмертный царь, щедрый, человеколюбивый Господь, за то, что меня ленивало на твое служение и ничего доброго не сделавшего, ты довел до конца этого прошедшего дня, направляя к повиновению и спасению мою душу. Будь же милостив ко мне грешному, не имеющим никакого доброго дела, восстанови мою падшую и осквернившуюся бесчисленными согрешениями душу и отклони от меня земные греховные помышления. Ты один безгрешный, прости мои согрешения, совершенные перед тобой в этот день, сознательно и несознательно, словом, делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам сохрани меня от всякого вражеского нападения, защищая твоей божественной властью, неизвеченной человеколюбием и силою. Боже, изгладь и прости множество моих грехов, умилосердясь надо мною, Господи, освободи меня из сети дьявола, спаси мою страдающую душу, и осея мне светом лица твоего, когда придешь во славе твоей. А ныне дай мне уснуть сном неосужденным, и охрани помышление раба твоего от мечтаний и смущения. Отгони от меня сатанинское действие, просвети мысленные очи моего сердца, чтобы не уснуть мне смертным сном. Пошли мне, ангела мира, хранители и наставника душе и телу моему, избавляющий меня от моих врагов, чтобы, встав с постели моей, я принес тебе благодарственной молитвой. О, Господи, услышь меня, грешного и убогого раба твоего, дай мне по пробуждению с чистой совестью поучаться закону твоему, удаляй от меня через твоих ангелов бесовскую беспечность, чтобы благословлять твое святое имя и прославлять, и хвалить причистую Богородицу Марию, данную нам грешным, в защиту. Прими ее, молящийся за нас, ибо знаешь, что она, подражая твоему человеколюбию, не перестает молиться за нас. Ее ходатайством, знамением многочтимого креста и по молитвам всех твоих святых, сохрани мою убогую душу, и Иисусе Христе Божий наш, ибо ты один свят и препрославлен во веки. Аминь. Господи Божий наш, в чем согрешил я в этот день словом, делом и мыслью? Прости мне, как благий и человеколюбивый. Даруй мне мирный сон, чуждый волнением страстей. Пошли, ангелы твоего хранителя, защищающие меня от всякого зла, ибо ты хранитель души тел наших, и мы воссылаем тебе славу Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Божий наш, в Которую мы веруем и имя Которого больше имени всякого призываем, даруй нам отходящим ко сну облегчение души и телу. Сохрани нас от всякого мечтания и от скверного сладострастия. Прекрати страстное желание, угаси пламень в возбуждении, даруй нам хранить целомудрие в словах и деле, чтобы, восприняв совершенную жизнь, не лишиться нам обещанных Твоих благ, ибо Ты благословен вовеки. Аминь. 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 Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избавь меня от вечных мук. Господи, умом или помыслом, словом или делом согрешил, прости меня. Господи, избавь меня от всякого неведения, забвения, малодушия и камененного нечувствия. Господи, избавь меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, омраченное лукавыми страстями. Господи, я как человек согрешил, Ты же как Бог щедрый, помилуй меня, ведя немощь моей души. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю Твое святое имя. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге жизни и даруй мне благую кончину. Господи, Боже мой, если я ничего доброго не сделал перед Тобою, ну дай мне по Твоей благодати положить доброе начало. Господи, окропи сердце мое рассою Твоей благодати. Господи, небо и земли, вспомни меня грешного, гнусного и нечистого раба Твоего в Царстве Твоем. Аминь. 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 Господи, прими меня кающегося. Господи, не оставь меня. Господи, не ввели меня в напасть. Господи, дай мне благую мысль. Господи, дай мне слезы, памятование о смерти и умилении. Господи, дай мне расположение к исповеданию грехов моих. Господи, дай мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дай мне терпение, великодушие и кротость. Господи, в корене благой Твой страх в сердце мое. Господи, сподобь меня любить Тебя от всей души моей и помышления, и во всем исполнять волю Твою. Господи, защити меня от злых людей, бесов и страстей и от всего вредного для меня. Господи, делай по Твоему созволению все, что Ты хочешь. Да будет воля Твоя и надо мной грешным, ибо Ты благословен во веки вечные. Аминь. Аминь. К Тебе, предчистой Божьей Матери, преподаю я несчастный, молюсь. Ты знаешь, царица, как я беспрестанно согрешаю и прогневляю сына Твоего и Бога моего. И хотя многократно каюсь, но лживым оказываюсь перед Богом моим и вновь со страхом каюсь, и точас опять тоже делаю. Неужели Господь поразит меня? Знаю об этом, владычица моя госпожа Богородица. Молюсь, чтобы помиловала и укрепила, и поучила меня делать доброе. Ибо знаешь, владычица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими делами и всем помышлениям люблю закон Бога моего. Но не знаю, госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Не допуская Пречистая исполняться моей злой воле, но пусть будет воля сына Твоего и Бога моего, который меня спасет, вразумит и подаст благодать Святого Духа, чтобы я отныне перестал делать скверное и остальное время пожил бы по заповню сына Твоего, Которому принадлежит всякая слава, честь и власть с обезначальным его Отцом и пресвятым, благим и дающим жизнь его Духом, теперь, всегда и во веки вечные. Аминь. Аминь. Ангел Христов, святой мой Хранитель и Покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости, идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не проневить Бога моего, но молись за меня грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Аминь. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и пусть бегут от лица Его все ненавидящие Его. Как исчезает дым, так пусть и они исчезнут. Как тает воск от огня, так пусть и они погибнут, при виде любящих Бога, осеняющих себя крестным знаменем и с радостью говорящих. Радостью многочтимый и вжитворящий крест Господень, прогоняющий бесов силы Господа нашего Иисуса Христа, распятого на Тебе, сошедшего в ад и уничтожившего силу дьявола, и далшим нам Тебя свой чтимый крест для прогнания всякого врага. О, многочтимый и вжитворящий крест Господень, помогай мне со святой госпожой Деву Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Никита, Ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь с тобою. Благословена ты в жернах, и благословен плод чрева твоего, якородила Иси Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила щаснага, же творящего Креста Господень, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары, и Твое сохраняя крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Арафангела, Диамида, Тихона, Антония, и вес священнический, иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Слава тебе, Христе Божий наш, что позволил нам прожить этот день, наполняя его радость и общение с тобою. Хвала тебе, наш Иисус! Слава тебе! Господи, дай телу сон, а душе покой. И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, от потопления. Аллилуйя! И даруй духовное рождение свыше патриархам, епископам, священникам и пастли. И даруй водительство духом твоим святым. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Благодарю тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в тебя, страх пред тобой и ожидание суда Божия. Благодарю тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Ибо нет иного Бога, кроме тебя, столь любящего создания свое. Слава тебе за Сына твоего, Иисуса Христа, умершего на Голгофском кресте за нас и пролившего причистую кровь свою. Слава тебе за твое долготерпение, Христе Божий наш. Хвала тебе! Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами своими. Аллилуйя! И сохрани наши сокровища и книги здесь и в пути. Аллилуйя! Господи, посети вузников Твоих, томящихся в вузах, убиваемых за слово Твое святое. Укрепи их, дабы никто не отрекся от Тебя и прими их в обители вечные. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою, от видимых и невидимых опасностей избавляя. Добрый мой ангел, не покинь, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн, Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедность, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, но благословлять Твое святое имя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, за это место, где мы можем склоняться перед Твоим величием. Высшие и истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И да нам еще священника, если угодно Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Коснись сердец правителей, дабы издавали мудрые законы. И благослови их на правильное шествие за Тобою, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Аману. И наведи страх Твой на них, дабы они знали, что над ними есть Ты, Царь царствующих, и Господь господствующий. Аллилуйя! Господи, благослови охраняющих порядок, пожарных и врачей, и в этом городе, и по всему лицу земли. Аллилуйя! Господи, благослови нас, уже через день встретить Пасху Христову в радости. Приготовь, очисти, омой, убели кровью Твоей причистой, любящих Тебя. Ты, Господи Божий, наш Создатель, и нет другого имени под небом данным человеком, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! Ибо Ты так возлюбил мир, Господи, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо верующий в Тебя имеет жизнь вечную, а неверующий уже осужден. Ибо он не принял Тебя. И неверующий в Тебя, Господи, представляет Богом живым. Сохрани нас от этого греха. Мы верим, что этот мир, прекрасный и дивный, сотворил Ты и насадил в нем человека. И человек потерял общение с Тобой из райской обители, был изгнан. Возврати нас туда, Христе Боже наш. Ибо вину нашу взял на себя Господь, Господь Христос наш Спаситель. Слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь. Спаси нас, голговскую жертву. И благодарим Тебя за страдания Твои голговские, за любовь Твои долготерпения, за этот прекрасный мир, окружающий нас, живых и неживых существ. Все это Твоя десница насадила. Слава Тебе, Боже наш. Научи нас видеть нуждающихся в нашей помощи, не быть бесплодными. Аллилуйя. Господи, Боже наш, слава Тебе. Исполни церковь духом пророческим, дабы день прихода Того нашего отшествия не застав нас с неготовыми, но чтобы выше на встречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Мы прибегаем к Твоим стопам и милосердию. Прости, помоги, благослови и очисти. И сердце наполни хвалебной песней Тебе. Ибо Слово Твое призывает радоваться и в скорбях, и в печали. Благодарю Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и врагов. Прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедыших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Аминь. Ну, рассказывайте, кто к нам в гости пришел сегодня. Вас не слышно там? Преподключите звук. Что-то не слышно. Ну, сегодня к вам пришли. О! Да. Так, ну давайте говорите, кто вы, откуда. Ну, с Украины. Так, с какого конца? Закарпатское облако. Закарпаття. Понятно. Западное, город Мукачево. А вы по-украински говорите? По-украински? Да. Не очень. Ну-ка, Никита, иди у нас с Украины вот приехал парень. Ну-ка, погутарь с ними. Посуда, стань, чтобы бедно было. Давайте, сейчас он поговорит с вами. Ну, скажи что-сь. Жду там тебя, там, давай. Скажись что-сь на мове. Я буду перекладати Игнатью Тихоновичу. Где ваш батько? Зараз нема дома его. Ладно. Батько теперь в Россию, он пішел туда на заработки. Ай, понятно. Большинство людей с вами так общались. Все дивился Игнатья Лапкина. Он так очень. Просто он вам звонил тоже по скайпу. А вы какие, православные? Да, православные. Спасибо, православные. Что вам сказать еще? Так. А в России-то где вы тут жили? Ну, мы в России не жили. Это там мой батько. Он там пішел на заработки. А мы строим православную деревню, где все православные. Лучшего места для воспитания ребятишек не найти. Ну, смотрите, здесь много есть. Все верующие. Все учителя в школе верующие. У вас глазок какой-то слабый или что? Ну, у меня что-то с интернетом, он слабый. А вы нас видите? Вы нас видите? Да. Но вы на нашем канале-то бываете в Ютубе? Да, конечно. Ну, вы видели там, как у нас детский лагерь действовал? Ну, я так большинство проповедей смотрю. А то можно там увидеть, как у нас детский лагерь действовал. Утренние молитвы какие, чтение Слова Божия. Как купаются, на лодках плавают. Как ягоды собирали. Как мы в храме молились, дети. Да, да. Что-то ничего не слышно. Можно один вопрос вам задать? Давайте, задавайте. Только перед этим, что говорили, мы ничего не слышали. У вас прервана связь. Ничего не слышно. Просто у меня брат очень... Не слышно ничего. У меня тоже что-то с интернетом. Можно помолиться за моего брата? У меня просто он в тяжелом состоянии теперь. Надо, чтобы помолиться за него. У него с сердцем проблема. А как его звать-то? Влада. Владислав. Владислав? А сколько ему лет? Сколько лет? Тринадцать. 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 А что у него с сердцем? От рождения такое? Или какое несчастье было? Да, у него от рождения две ямы в сердце. Да помилует Господь. Да будет воля Господь над Владиславом. Что-то еще не слышно так. У меня еще один вопрос к вам. Давайте. Ну эти пятидесятники, какая-то вера? Ну, большинство здесь, моя родня, все пятидесятники, вне меня всегда говорят, что их, типа, ну, как, их вера правильная. Вы слышали? Я слышал. Ну, вот говорить-то нельзя, прерывается у вас, интернет слабенький. А где они там, кто есть? Вы спросите, скажите, а когда стали люди верить, вот как вы верите? Когда? С какого времени? Как вам сказать, они тоже идут как апостолов или как? Нет, но это все от апостолов. Они могут сказать, из космоса прилетели, но мы же не будем верить в это. Если не от апостолов, то спросите у них, скажите, во втором веке назовите хоть одного человека, который верил бы, как вы. Во втором веке запишите на бумажке. Во втором веке. А соберите всех руководящих там братьев и спросите, во втором веке кто верил так, как вы? В третьем веке, в четвертом, в пятом, в шестом ни одного не было. Их секта возникла всего лишь 150 лет назад. А Господь церковь-то организовал, как, говорит, создам церковь, мою врата да не одолею. Это они какая церковь-то? Церковь одна, это не церковь, а секта. Ну да. У них нету ни причастия, нету таинства, нет священства, ничего нету. Я думаю. Ну думаешь, и адвентисты думают, и свидетели юговы думают. Надо не думать, а жить в церкви. Так, знаете, у меня как дед, он 50-ник, но он пастыр церкви этой. Ну, а я ему задаю такой вопрос, ну, кто, ну, какой епископ вас благословил, чтобы вы были этим пастыром? Он мне говорит, мне приснился сон, мне Бог сказал, чтобы я был пастыром. Это в 70-нике-то говорят. Знаете что? Пророк Исаия говорит, кто видел сон, рассказывает, как сон. Но что общего у Мекины с чистым зерном? Он Мекина тебя пытается кормить. Сон видел. Да сны видят каждый день люди. Во сне грешат. Во сне встают и едят, и не помнят, что делали. Господь не сказал во сне, а говорит, слово мое, оно будет судить вас. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Оно будет судить, и по нему надо жить. А их таких названий, 50-ник, а сегодня уже насчитывается 11 тысяч. А другие считают еще больше. Их вот в ряд выстроить, это очень длинный ряд. И у всех Библия, и все говорят по-своему. Ну, они еще говорят, что если мы не маем дара Духа Святого, это иные языки, видения, откровения, мы не можем быть спасены. А какие откровения у них? От какого духа? Ну, они говорят, от Духа Святого. Ну, это они говорят. И сатана подходит, вид Ангела Света принимает. Невеликое дело, если служители его, говорят, принимают вид служителей Божьих. Апостол Павел сказал об этом. Они не церковь. Церковь была создана Христом. А не Воропаевым, не Вороновым. Мы же знаем их происхождение. А свидетели Иеговы тоже церковь. Ну, какая церковь? Они не троицы, не произноют ничего. Я 50-тиков очень хорошо знаю. Мое покаяние было там. Я впервые там получил Библию. Город Венспус, Латвия. Я у них был проповедником несколько лет. Но я не был 50-тиком. Они знали, что я православный. И разрешалось я и в Харькове, и в Киеве проповедовал, и в Таллине, и в разных местах. Хорошие люди, хорошие. Но никакого отношения к церкви они не имеют. А хороших в аду очень много. Без церкви не спастись. В Колоссе нам 1.18 считаем, что церковь – это его невеста. А это так приблудные со стороны. Их спросите, вот числа 16 глава. Скажите, про что там говорится? Кто такие Дафан и Верон и Кореи? Это 50-тики сегодняшние, сектанты. Они решили отделиться. И Господь разверз землю. Они живьем провалились с детишками, со скарбом, со скотиной, живьем в ад. Только однажды в мировой истории было такое событие, наказание. Живьем в ад. И за что? Они никого не убивали, не курили, не наркоманили. Они просто отделились от церкви, от народа Божия. Отделились. Вот это отделение от церкви рождает всех. А сектанты – это наследники Дафана, Верона и Кореи. Это живьем в ад. Мы должны им это все рассказать. Знаете, я когда понял, что это о них дары не от Духа, то я был в них на служении. Мы встали на молитву. Мы молились. И тут пришло на меня видение. Я православный сам. Они знают, у меня крест в шее. И они говорят, на тебе было такое видение, чтобы ты крестик свой сломал. Ну как это? Этот Дух Святой не может так дать. Конечно. Это слуги дьявола. У меня крестик. Да. Да, у меня крестик. Они говорят, чтобы я его сломал. Ну это дьяволы, слуги. Все. Они показали, что они боятся оружия Христова. Крестом Сатана разбитый. Вот мы читаем послание к Евреям 2.14. И как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, воспринял оное, дабы смертью своей лишить силы имеющую державу смерти, то есть дьявола. Смертью. Крест это язва бесам. И они говорят, разбить это слуги дьявола могут говорить. Крест на небе явится, когда Христос придет в второе пришествие. На небе ярче солнца. Они говорят, что это идол. Но как это может быть идол? Идол, скажи, твоя мысль, сны ваши, вот это идол. В церкви всегда был крест. Крест на храме, скорая помощь идет, крест. Всюду и везде. И на небе является крест неоднократно. Это слава Божия. Они еретики, что и спрашивать с них нечего. Люди отверженные. Они в бане перекресят за всю жизнь. Ну, так само, они как, знаете, как и пятидесятники, и ходят к субботникам. Ну, как можно так? Ну, субботники живут по старому закону. Они тоже сектанты? Конечно. Церковь только там, где есть епископат по хератонии от апостольских времен непрерывно. Апостолы рукоположили епископов, те других. И вот так непрерывная связь. Через рукоположение от апостолов дается благодать Духа Святого. Деяние 8 глава. А у этих-то ничего нет. Они крещат, падают, пену пускают. Я видел все это сам. Я тоже это видел в интернете. А они поползают, лопочут, крещат и лают, и визжат по собачьи, и как угодно. Я тоже был дал один им, ну, такой вопрос. Сказал я им, ну, это иные языки от Духа Святого, да? Они говорят, да. Ну, а если это не Дух Святой через вас говорит, а нечистый, а они говорят, ну, как это может быть, если мы молимся на иных языках? Ну, я им сказал, в интернете много есть таких видов, что не на иных языках молятся и беса заняют таких людей. Ну, как это может быть? Да на чем они молятся? Какие языки-то? Он их не знает ничего. Что это за языки? Ну, я был у них. Вот его звать Леонид, а она, кажется, Мария. И вот она, фатер-фатер, мутер-мутер, уйди, 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 приди, 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 приди. Я говорю, что это за молитва какая? Да я и говорил жене. Это бесноватые люди. И тот, кто к вам войдет, не скажет ли, что вы беснуетесь, апостол Павел говорит. А они не верят. Веры-то у них никакой нету, что их Бог принял. Им языки нужны, подтверждение. А языков уже в третьем веке не было. Ириней Леонский пишет об этом. Знаете, таких людей жалко, как они. Не все держат нормально, не пьют, не курят. Вообще, ну, таких людей жалко. Ну, ладно, об них. Просто они не понимают. Говорить. У вас там какие храмы есть? Московского патриархата есть? Московский патриархата. Я не знаю. Я у нас московский. Есть, есть. Ну, вот. А то там патриарха Пиларета, я знаю, Денисенко. Денисенко. Не знаю. Ну, у нас в Киеве есть этот киевский забор, самая большая церковь. Да, я знаю. Мы там были, молились. Да? А вы так бываете в Украине? Ну, мы проезжали. У нас была большая миссионерская поездка. Мы живем в Барнауле. Знаете, где Барнаул? Ну, южнее Новосибирска. И мы доехали до Луни-Востока. И в каждом городе я дарил свои книги. У меня 38 книг вышло из печати. А потом мы проехали Украину вдоль и поперек Крым. Проехали Турцию, Италию, Францию, Испанию, Португалию. А потом вернулись мы на скандинавский полуостров. Там Финляндия, Дания. И потом Прибалтика. У нас очень длительное путешествие. Мы посетили почти 600 городов и сел. Я везде дарил полный комплект книг. А полный комплект, один комплект. 750 евро стоит. Так что мы повидали на своем веку всяких людей. А в Западной не были? Я в Киеве был. У меня там в двух библиотеках. Или даже в трех, может быть. Мои книги все находятся. В Центральной библиотеке Киевской и в Парламентской. Там можно пойти и попросить посчитать. В Киеве? В Киеве, значит, оставили. В Харькове мои книги полностью все оставлены. В Харькове сильно хорошо нас приняли. В Николаеве, в Одессе. Приезжайте в Западную. Мы будем очень рады. Ну, мы уже не поедем, потому что мы там уже были, прошли. Ну, а к нам-то какие были бы претензии-то? Никаких. У нас в армии-то никто не служит. В нас никаких врагов они не найдут. Мы каждый день молимся за Порошинку Петра. За всех правителей молимся. За Дональда, за Путина. За всех. Написано, молитесь за царей. За начальствующих. Ну, да. Они, ну, как говорят тоже, это, ну, говорят, Россия воюет из Украины. Ну, это не так. Это Украина сама собой воюет. Да. Ну, вот так. У вас какие вопросы еще есть? Нет? Уже нету. Я так не очень знаю. А вы заходили ко мне на скайп-то? Да. Да, да. Мой папа большинство заходил вам на скайп. А какая фамилия его? Как его звать? Ну, Миговка, Виталий. Он вам и ВКонтакте добавлялся в друзья? Может быть и так. ВКонтакте я там почти не бываю. В моем мире есть такая система Мой Мир. Вот. Мой Мир. Мой Мир, да. Мой Миру. И туда мы все выставляем. У нас вот это... Вы подошли, я могу и не спрашивать даже. Вы... Как бы молитва у нас продолжается. У нас все выставляется в интернет. Вы не против? Не, не против. Ну, вот. Ну, если отец будет, будет желание. Пускай он заходит. Мы поговорим. Он просто не знал, как с вами связаться. Ну, вот скажи, мы уже связались. Я ему напишу ВКонтакте. Его теперь дома нет. А можно есть один пятидесятник и с вами... Ну, когда у вас будет время поговорить? Можно. Вы только знаете, когда. С четырех Москвы ночью, запишите по московскому. С четырех до четырех дня. С четырех до четырех. Легко запомнить-то. И в это время сначала в скайпе написать, свободен я или нет. Если я свободен, я вам отвечу. И тогда мы поговорим. Ладно. Ну, все пока тогда. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Сколько там ребятишек у вас? Я гляжу, что ребятишки там бегают. Ну, это мои пять родные. А, хорошо. У нас на молитве все девочки в платочках. Всегда. В другой раз будем все в платочках. Девочки. Ну, с Богом. До свидания. Храни Господь. Можете отключаться. Спасибо. Давайте. Можете отключаться.